Он внес вклад в теорию нелинейных систем и клеточной нейронной сети. Результаты его научной деятельности претендуют на Нобелевскую премию. Он — это Леон Онгчуа, известный исследователь и теоретик. По особому приглашению профессор Калифорнийского университета прибыл в Татарстан для чтения открытой лекции в Казанском федеральном университете. Говорил он о мемристерных системах. Мемристер — это своего рода резистор памяти, с помощью которого можно хранить огромное количество информации. Полностью его возможности пока не изучены, но создатель теории рассказал слушателям о революционных возможностях этого нового изобретения. Вообще профессор Чуо показал принципиально новый взгляд на старые вещи, которые мы знали. Также профессор Чуо показал, насколько безграничны возможности этого нового изобретения. Его можно использовать и в качестве некого аналога памяти, его можно использовать как обучение, его можно использовать вообще в других отраслях науки, где соблюдаются те же самые необходимые условия для существования мемристера как такового. Помимо хранения памяти, мемристерная система может быть применена и быть полезна в многих сферах. Заряд батареи — один из примеров использования этой системы. В Казанском федеральном мемристер исследуется не в качестве памяти или цифрового устройства, а в качестве протеза сегмента спинного мозга. Прежде всего исследования направлены на разработку новых способов лечения, однако пока научные разработки находятся на уровне теории. Впрочем, уже подтверждаемы научными публикациями и интересам со стороны девяти университетов и организаций. Это не просто даже создание самих приборов, а использование в медицинских целях. И, соответственно, перспективы этого, естественно, достаточно широкие. Как то травмы спинного мозга, так, конечно же, и инсульты, ишемия, фуд-дроп и так далее. И, в принципе, подход к тому, что можно, наверное, в будущем будет расширять германную систему электронными устройствами, а может быть, даже тренировать ее особым образом для того, чтобы восстанавливать или воспроизводить какие-то функции, нейрональные контуры, либо поврежденные, либо необходимые для работы. С помощью разработок ученых парализованные пациенты уже могут двигать частями тела на протяжении 10 секунд. Ожидать ли революции в протезировании и создадут ли новые технологии возможность парализованным людям вставать на ноги покажет время. Анастасия Иванова, Дмитрий Варламов, Универньюз.